Пару недель назад АМТУ посетил глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Тогда он заявил, что предприятие живее всех живых. Предприятие развивается, меняет номенклатуру, занимается рекламой, что очень важно. И вот мы видим, что вся наша кондитерская продукция в 2015 году, все предприятия, которые производят кондитерскую продукцию, они увеличили объем производства на 6%. Откуда такой оптимизм, когда АМТА в стадии банкротства? Имущество по-прежнему уходит с молотка, а сумма долгов фабрики превышает 60 миллионов рублей. Производство наращивает не бурятская АМТА, а каравай, нынешний владелец предприятия. Сегодня на нашем канале выходит фильм Ларисы Бачановой в защиту бизнеса Бурятии, который расскажет, как и почему разорились крупные предприятия АМТА и Макбур. Вексель на сумму в 13,5 миллионов рублей был продан караваю за 4 миллиона, с условием, что разница 8 миллионов, должна пойти на погашение заработной платы. При этом покупатель ангарская компания «Каравай» в лице некого Капитонова свои обязательства по выплате заработной платы работникам до сих пор так и не выполнила. Через несколько месяцев после покупки заявил о банкротстве предприятия, а сам Капитонов уже перепродал купленные акции кодирской фабрике третьему лицу. При всем этом вдруг возбуждается уголовное дело в отношении Сергея Пронина. Когда у него вся бодяга началась, мы с ним встречались, он мне показал этот договор, который они куплю-продажу подписали. Но ведь договором все было предусмотрено, в том числе и способы погашения этой задолженности по заработной плате, за которую сейчас его пытаются построить, сморщить и все остальное. Все же покупатель взял эти обязательства на себя. Почему сегодня с этого покупателя ни один правоохранительный орган не спросит? За 2014 год в России возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по экономическим составам. До суда дошли лишь 46 тысяч, а приговором закончились 15%. При этом 83% предпринимателей потеряли свой бизнес. Такая же участь постигла Амту и Макбур. Знаете, есть разные банкротства. Есть банкротства фиктивные, есть преднамеренные банкротства. А вообще в мире это получается, что банкротство не так страшно, если оно идет с целью финансового оздоровления. То есть в нашем случае, конечно, реальное банкротство, но в российской действительности банкротство часто происходит с переделом собственности. И как правило, с учетом криминала и так далее. В нашем случае, вот тут как раз работа для следственных органов и прокуратуры больше, чем предостаточно.